Первая говорящая Чихуахуа Софи Если собаку воспитывают, учат, если с ней налаживают контакт, а ребенок подрастая понимает как себя с собакой вести, то они впоследствии могут стать отличными друзьями Первое. Собака это опасно Сами по себе собаки не угроза для ребенка, если только они не обладают потенциально опасными качествами Агрессивно реагируют вообще на людей и детей в обычной жизни Охотятся и убивают кошек, птиц, белок и других более мелких животных Не просто играют с ними, а именно убивают Ревнуют хозяина при любом проявлении внимания к кому-то другому Если ваша собака относится к какому-то типу, то лучше перед рождением ребенка проконсультироваться И пройти курс воспитания именно с инструктором Второе. Крупная собака это опасно Некоторые считают, что нельзя держать в доме крупных собак, если там есть ребенок Это ошибочное мнение Конечно же существуют породы, например охранники, и им необходимо быть немного в других условиях Но есть множество примеров, когда собаки больших размеров, но они не несут никакой угрозы ребенку при правильном воспитании обоих и теплой атмосфере в семье Так что от породы практически ничего не зависит Но если вас интересует, какую конкретно породу лучше выбрать для ребенка, об этом я сделаю отдельное видео Третье. Собака будет проявлять агрессию к ребенку Воспитание это залог успеха дружбы ребенка и собаки Воспитывать при этом следует обоих Некоторые собаки имеют ангельское терпение, но даже они способны что-нибудь выдать, если ситуация выходит за рамки Не всегда собаке легко не пустить в ход клыки, лайк, когда малыш отбирает еду, забирает игрушки, дергает за хвост и уши Поэтому объясняйте, учите своего ребенка тому, что издеваться над собакой нельзя Что же касается собаки, то вы должны обязательно познакомить ее с новым членом семьи Найти верный подход к ней, научить собаку правильному отношению к ребенку Об этом я расскажу в следующем видео из этой серии Четвертое, беременные могут заразиться Чаще всего можно в интернете встретить информацию про токсоплазмоз Это заразное заболевание человека и животного, вызываемое микроорганизмами Помимо кошек, переносчиками токсоплазм по данным являются и собаки, и птицы, и свиньи, и овцы Но чаще всего опасность токсоплазмоза представляют все-таки кошки, а не собаки И это правда Как же поступить? Сдав анализы кошки, или если хотите быть уверенными, то и вашей собаки Убедившись, что они здоровы, просто обезопасьте их от инфицирования Не кормите сырым мясом, не давайте охотиться на мышей и птиц Ограничивайте контакты с сородичами, лучше пусть они побудут дома какое-то время Пятое, новорожденные маленькие детки могут заразиться Болезни, то есть инфекционные и паразитарные заболевания общие для людей и животных Их называют зоонозы Они существуют, да, но их далеко не так много, как кажется Больше того, они все прекрасно известны ветеринарам И шанс подхватить от собаки что-то опасное и неизвестное очень и очень мало Как же поступить? Нужно уделять внимание здоровью собаки Регулярно проводить обработку от паразитов Сделать анализы на возможные инфекции Делать прививки, делать регулярный профилактический ветосмотр А на первое время, ну может быть год Откажитесь от скопления большого количества других собак Соблюдайте постоянство мест прогулок Мойте лапы после каждой прогулки Если собачка ходит в туалет дома, проводите уборку в перчатках Соблюдайте общие правила гигиены И этих мер будет достаточно Шестое, у детей может случиться аллергия Во-первых, предсказать аллергию невозможно Зато существует множество исследований, подтверждающих Что если собака была в доме первые месяцы и годы жизни ребенка Это сильно снижает вероятность появления аллергии в будущем Во-вторых, если у вас есть подозрения Проконсультируйтесь с педиатром Врач может отличить проявление различных аллергий Уделяйте больше внимания ухода за шерстью И проводите влажную уборку И вообще, доказано, что дети с младенчества Выросшие с животными, особенно с собаками Психологически более устойчивы, самостоятельны и ответственны Поэтому не стоит отдавать вашу собаку Перед появлением в доме ребенка Пусть лучше она станет вам помощником в воспитании малыша А в следующем видео из этой серии Собаки и дети Мы будем готовить собаку к появлению в доме ребенка Спасибо за внимание С вами была говорящая Чихуахуа Софи Расскажите в комментариях, какие доводы против собак вы слышали еще Подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм Вступайте в мои группы вконтакте Смотрите видео, ставьте лайки И будет вам счастье Пока-пока Кстати, сейчас в моей официальной группе вконтакте идет конкурс Подпишись на группу Сделай репост записи с конкурсом И жди Случайный победитель получит бесплатно няшный ланчбокс от Disney Mini Mouse Так что участвуйте